шалом бреха прошлый раз мы учили вместе самую важную силу самые важные те килим инструменты которые помогут нам пройти через все испытания нашей жизни сегодня мы постараемся понять как соединиться с этим как мы сказали прошлый раз что в каждом из нас кроется нишама наша душа которая перед тем как выйти на этот в этот мир получает от ангела эту информацию эту инструкцию для того чтобы пройти через испытания этой жизни и теперь мы хотим постараться понять как же нам соединиться как нам настроить контакт и услышать и получить помощь этой души что которая постоянно в нас но как же действительно соединиться с ней чтобы действительно можно было пройти через все испытания успешно это душа а это не что-то метафизическое что-то такое теоретическое это на самом деле очень как казал объясняет нам что есть 378 каналов по которым душа влияет на наше тело она находится во всем гуф во всем теле она постоянно влияет на на наше самочувствие на наше состояние души нашего духа и поэтому очень важно максимально использовать это и в тех ситуациях когда человек находится в испытаниях когда у него большая большой стресс который большая свобода выбора нужно выбрать правильное решение то очень часто у нас забирают наши моих наши наша голова наш разум работает ограничено и поэтому нужно себя подготовить всегда и быть в связи и быть связанным с душой которая знает что мы можем пройти через каждое из наших испытаний успешно теперь в как пример этому мы можем сказать что раббояр она сказывала когда он работал в одном учреждении которое занималась бахурим молодыми ребятами которые проходили через очень тяжелые времена у них были проблемы с семьей с учебой и для них было открыто специальное заведение специальная программа чтобы помочь им пройти через это и вернуть их в нормальный живот и так далее в один из главных проектов где он принимал участие что они сдали шаббатон они сдали специальный шаббат где все эти ребята могли приехать они приготовили им очень хорошую программу было все было очень продумано все было действительно великолепная еда и и вся атмосфера были специальные речи потом мотия шаббат была музыка и были песни были танцы и после всего этого было время когда каждый из этих туторов этих людей которые пришли и приехали с помогать им им преподавать и с ним как-то найти общий язык у них было время где они были сесть с ними и обговорить всех проблем и как-то их направить и очень многих из них было такой очень интересный опыт что после всего этого потрясающего шаббата это вечера и танцев и песни то многие из ребят они сказали что они чувствуют себя так хорошо что у них больше нет никаких вопросов них нет никаких сомнений и на самом деле все для них стало ясно когда человек получает шанс как-то выйти в себя и посмотреть и он увидит что на самом деле ему очень часто не надо даже помощь снаружи когда у него будет связь у него появится вот этот вот тесное понимание настоящее понимание себя и своей души тогда она уже все поможет и все становится на свои места в тот момент когда мы получаем когда мы выходим этот мир это цель для дорога что этот ангел он дает нам ту информацию ту ту жизневажную жизневажную знание которое поможет нас провести через все мы понимаем что в этих ситуациях у нас от нас ожидается ему на это вера это упование и очень большая концентрация на том что кроме творца больше ничего нет в талмуде не дарим сказано следующее каждый человек который не колдует он не старается узнать о будущем он не старается как его изменить настоящее махнисима то бэмихица шефил малахе ашарет эйня халим ликанес бетаха сказано что такого человека его впускают его вводят в махица за специальное место близко к шине к творцу что даже ангелов их не пускают вот туда теперь здесь это очень интересная геморрау очень интересная хазау что наши мудрецы этим хотят сказать если человек не колдует он это это в общем то запрещено это это не что-то какая-то особенно высокий уровень более того почему мне мешает чтобы ангелы были вместе со мной как это как то выражается тем что если я у меня есть мимус у меня есть полная вера в творца у меня есть такая как цена яков и штамм он был чистый он был не была простая вера также там который один из четырех сыновей в песах там он у него у него есть очень простой взгляд на вещи очень ясность большая как это мне дает вот этот вот огромнейший такой особенный уровень где даже ангелы не могут туда попасть ран главных комментаторов так у нас нету рашина не даром она объясняет что это миды кенегат миды это мера за меру так как человек говорит что ашем против кроме тебя никого нет ты о всем решаешь ты за все отвечаешь и только на тебя можно полагаться поэтому когда человек понимает что кроме ашема ничего нет тогда его он попадает в место где действительно кроме ашема и самого человека больше никого нет это мера за меру если человек доходит своих своих перспектив взглядов на жизнь до этого уровня что эй нот мильвады больше кроме творца нет никого тогда также он попадает в это место где кроме него даже ангелы не могут туда попасть далее сказано там что если человек также он на тмим им как он у него вот это вот меда это качество что он он у него простая вера в творца простая ясная вера тогда ашем тоже с ними себя ведет также у него очень просто и ясно он себя томим это тоже также совершенность как это совершенство которое он достигает с связи с ашемом дальше сказано что если у человек как как сар как награда этого ша омэдет ло ша омэдет ло это не дарим 32 бет в рано объясняет что ша омэдет ло что он находит свое время он он преуспевает все что он делает он добивается своей цели ша омэдет ло этот успех может выражаться в двух местах это может быть будет выражаться в духовном может быть в материальном материальном это может быть богатство это может успех это может быть честь и другие материальные вещи в В духовном также. Это значит, что человек добивается той цели в своем духовном пути, куда он старается попасть. Он добивается, он использует свой потенциал. Если это так, то в Стайплер, например, отец Рафаэма Каньевского, он сам был главой поколения, когда спросили его, где его богатство за сэндикойсом, его постоянно используют, как дают ему большую честь быть сэндиком, быть тем, кто держит ребенка во время битмыла, во время обрезания. Это считается очень большой честью. И сказано в Талмуде, сказано в Шелхана Рух, приводится, что одно из вещей, которое человек получает за это, это богатство. Спросили Стайплера, который жил в совершенно, ну, у него была очень простая квартира, простое все. Где его богатство? Ну, на что он, есть две версии, или, возможно, это два раза он сделал. Один раз он показал на своей книге, он показал ряд на своей книге Иглад Яков, который стал классическим литературой для всех еще вот. Это его богатство. И другой раз он показал на Рафаэм Каньевского своего сына. Это его богатство. Есть разные вещи, но это сказано, что если у человека есть тмимут, у него есть совершенная, полноценная, полноценная, это хорошее слово, полноценная связь с Творцом, тогда он ша омэдетла, он добивается того, он добивается успеха. Зухэли гадула, говорит, олели гадула, он поднимается на высоту. Эта высота, как мы сказали, может быть в духовном, может быть в материальном. Далее мы сегодня постараемся понять, как этого достичь. В Торе есть одно место, которое очень тяжело понять, особенно как Раша его объясняет, но даже самим Псуким. Одно из благословений Белама, когда он обращается к еврейскому народу, это можете посмотреть, это в Бамидбар 23, глава 23, Псуким 21 и 22-23, то он обращается, он говорит так, что Ашем, он не видит авон бияков, он не видит грехов в своем народе, у еврейского народа, нет, он не видит, он не обращает внимания на грехов, на наши грехи. Раша говорит, что он не медагдаг, даже когда мы действительно грешили, мы сделали что-то неправильное, мы сделали плохие вещи, плохие поступки, несмотря на это, Ашем не обращает на это внимания. Это очень странно. Как это может быть? Мы все привыкли, что есть Рошашана, есть Новый год, есть четко, ясно человек, каждый свой поступок мы будем отвечать. У нас есть Схар, у нас есть Тойнич, у нас есть награда, есть наказание, есть Ганеден, есть Ганеден, есть Ганеден, есть Рай, есть Ад. Как же сказано так в Торе, Роша так приводит, что Ашем не обращает внимания на наши грехи. Это видно, что есть какая-то анага, есть какое-то, так называемое, поведение Творца, есть его отношение к нам, которое лималаминатева, которое на самом деле выше, чем эта природа. Это идет против законов, против законов этого мира, и как же это работает, нам нужно понять, и как мы можем туда заползти, как мы можем попасть туда. Имеется в виду, что даже человек совершенно не заслуживает этого, есть отношение Творца к нему, что не обращает внимания на его плохие проступки, и он поднимает его выше, дает ему все благословения. Как это работает? Одно из главных таких мотто, высказываний, девизов, это что БАЙОТ ПО ТРИМ ЛЕ МАЛА ВЛО ПО ТРИМ ЛЕ МАТА Проблемы, когда у человека есть проблемы, какие-то испытания, какие-то сложности, то эти проблемы не решаются здесь, внизу, они решаются наверху. Также это высказывание мы постараемся сегодня понять. Мы начнем с более простых вещей и постараемся потом с концентрации пойти немножко глубже. Мы всем известно, что у каждого человека есть дар воображения. ДИМНОТ. Мы все, у нас есть воображение. Это фантазия, человек может представлять все вещи, это сны. Это сила, это дар, его можно использовать в хорошую сторону, и также нет. Сфорно в своем комментарии на Тору, Берешит, он идет так далеко, что он объясняет Нахаш, змея, это именно воображение. Вся Нахаш, он объясняет, что это Яцарара, это вот эта сила, которая нас тянет в козлу, и также Малахамавас, это ангел смерти. Это все одно и то же, это все на самом деле, он это делает, обобщает, это КОЯК ДИМНОТ, это сила воображения. Яцарара, как известно, она использует эту силу, и каждодневно мы видим, что человек, например, хочет, он видит что-то очень вкусное. Это с этого началось с хавой, насчет запрятного плода, и он считает, что он должен это заполучить, он должен это вкусить от этого, он должен это попробовать. И чаще всего, после того, как он этим наслаждается, то нельзя сравнить те воображения, что это было бы так вкусно, это будет так особенно, такое лакомство. Когда он уже начинает это кушать, он видит, что на самом деле это далеко не так. Это самый простой уровень воображения, где оно у нас, это ложь, это на самом деле иллюзия, которая потом мы видим, что это не так. С другой стороны, воображение, это очень важно. Человек в Талмуде, в Авдазара, Ютет, 19а, сказано, что кто такой Талмид Хахам? Кто такой знаток Торы? Какая дефиниция, какое определение знатока Торы? Отвечают Талмуде, что это тот, кто Яхо Лидамот Мельта Ли Мельта. Он может сравнивать Лидамот, он в своем воображении использует, чтобы сравнить одну вещь с другой. Он знает корректно, как правильно сравнить вещи и вывести один закон из другого и так далее. Как пример, можно сказать, когда было электричество, одно из более таких новых инноваций, так разные поиски, разные халактические авторитеты смотрят на это по-другому. Например, Хазаныш, он считает, что это сравнивается с Бонэ, с Биньян, с строительством. Когда закрывается круг, ток, когда заходит, ну, включается свет, например, это делает так, что этот круг закрывается и течет ток, то он сравнивает это с строительством, что строительство человек именно тоже, он добивается цели своей, что он строит что-то, что ему, что будет функционировать как-то. Поэтому он считает, что это дорайт, это паторе запрещено использовать электричество в шаббат. Другие считают, что это огонь. И есть разные мнения. Некоторые считают, что это дорабанан, что это только по раввинам запрещается. Тут мы видим, как мы используем наше воображение, как мы используем эту силу сравнения. И тут показано, что это очень важно. Все новые вещи, разные инновации и... Что мы люди, инновации, изобретения, вот. Изобретения в нашем мире, они были именно сделаны с людьми, которым были изображения. У них был талант, они его использовали, они его не старались, чтобы его убрать и его как-то потопить. И в этом дает человечеству большой прогресс. И также в каждом человеке это воображение можно сравнить с тем, что когда у человека есть лошадь, то это лошадь, если это воображение. Если человек ее использует правильно, он может добиться, он может достичь любой цели с быстротой, и также если даже это очень высоко и далеко. Но если он не обращает внимания, куда эта лошадь идет, и она это чувствует, тогда она его может увезти в какие-то леса, и он оттуда больше не вернется. Как мы говорили про эту историю с молодым человеком, который проснулся, и он считал, что его голова растет, то же самое здесь. Наше воображение, у него очень большая сила, очень большой потенциал. Главное, ей управлять, держаться, и тогда человек действительно может достичь многих вещей в своей жизни. Теперь это воображение. Теперь пойдем немножко глубже. Если наше... Просто, конечно, я вспомнил, что когда у... Мы говорим, что нельзя колдовать, нельзя полагаться на какие-то вещи. Недавно, пару дней назад, закончилась Шива, закончились семь дней траура по жене Рабутсен Волбе, жене Рабшеломе Волбе, который стал известным, он как стал Машгихом, всех Машгихем. И его внук рассказывал мне, что когда он... Он из очень ассимулированной семьи, из Берлина. Он попал в Швейцарию, в Яшиву. Там приехал человек из мира. И он сказал, что тебе нужно ехать в Яшиват Мир, в Европу. Там Раберухам. Он рассказал ему пару мыслей Раберухам, которые его потрясли. И он пишет письмо своему отцу. Его родители на каникулах в Италии. В те времена можно было, когда кто-то написал письмо. В наше время это тяжело себе представить. Они пишут письмо в Италию, чтобы получить разрешение направиться в Польшу, в Яшиват Мир. Его внук рассказывал мне, что отец Раболбе за день до того, как он получает письмо, он ходил к гадалке. Гадалка, которая гадает в руке. Гадалка сказала ему, что вы получите сообщение от вашего сына. И у него будет очень особенная идея. Обязательно поддержите ее. И так действительно Раболбе получает письмо с большим энтузиазмом. Его отец, который был далек от всего. Он говорит, да, езжай, действительно, я готов тебя поддерживать. И он так едет в мир. Это меняет его жизнь. Также это меняет жизнь, можно сказать, всех Ишивот и всего будущего иудаизма. Так что, да, есть не хуже. Есть не хуже. Есть вещи, есть колдовство, есть вещи силы. Это безусловно. Но от нас ожидается не идти с этим. Если мы уже говорим о Фраволбе, когда он был Машгехом Берьяков, это Ешива, которая была открыта в такой, не знаю, скажем, деревне, это было в пустыне. Там ничего не было. Ученики рассказывают, что когда была такая жара, что они не могли же спать на матрасе, они спали на полу, потому что не было воздуха. Когда их спрашивали, есть ли воздух, они сказали, что есть воздух. Есть воздух с пяти сторон. Потому что были, везде были окна и щели. Но также в крыше тоже было так много щели, так много было дырок, что был воздух с пяти сторон. Была беднота, не было еды, был только хлеб с повидлом. Но через несколько лет от государства, израильское государство, оно помогло для школ. Они получили кашу. Не знаю, это манная каша или гречная, или овсяная каша, но и была каша. И каша это вкусная вещь. Все сказали, но когда ты кушаешь ее неделю, две, три, месяц, два, четыре, пять, то уже не можешь ее видеть. И ребята перестали кушать кашу. В этот момент Раволба пришел в столовую. Он набрал себе полную тарелку каши. Он сел рядом с ребятами, закончил до конца. Ничего не осталось в тарелке. И спросил, почему вы не кушаете кашу? Да, что? И один из его учеников, который сейчас один из самых известных мошгехам, Пури и Вайсбром из Кахайфы, он сказал, что ребята, им не нравится каша. Они любят кашу. Они любят кашу. Наш второй Раволба сказал, а кто сказал, что надо любить кашу? А кудыш бороху, Всевышнего надо любить. А кто сказал, что любить кашу? Это значит, что эти слова стали с ним. И как бы он это... В нашем поколении тяжело такое понять. Но зачем? Кто сказал, что нужно любить кашу? Кудыш бороху, Всевышнего надо любить. Но когда я просто показал величие этой семьи, также у Рэббетсен, чтобы это был Лилионишмас, когда мужик был как следует за 90-е, Волбе лежал в постели у себя дома со своими внуками. И он сказал, что я хочу домой. И внук рассказывал, что сказали ему, да-да, заеду. Дедушка, ты дома, все хорошо. Он говорит, через несколько минут он сказал опять, я хочу домой. И так это продолжалось опять. Они старались ему объяснить, показать, на мебель, на окна, что-то принести. Они понимали, что он дома. Он успокоит. Пока его жена не зашла, Рэббетсен Рывко, когда он опять сказал, что я хочу домой, она показала вот так вот. Она показала наверх. Она его понимала, как сказано, что жена не сильно понимает, где муж находится. Она понимала, что он говорит, что он хочет домой. Умирая ц��로, что он хочет домой, откуда он пришел. что он хочет домой откуда он пришел мы сказали что душа пришла сюда сделать свой тавкет выполнить свою функцию выполнить использовать свой потенциал работа достиг твоего 100 уровня что он чувствовал что его время пришло возвращаться домой до возвращаемся к нам в как мы сказали что наша душа она очень там скрозок скрыта уже все что от нас полагается все что нас ожидается в этом мире теперь когда адам решен когда первый человек он находится до греха он его близость к творцу его совершенство настолько велико что его не шама его душа она полностью не ограничена всем физическим миром она сказано что он видит она может смотреть на весь этот мир это сравнивается с ребенком в утробе матери который тоже не ограничено там нету греха и когда после этого мы опускаемся на наш уровень он совершает этот грех и этот поступок ведет к тому что физический мир этот смешивается с духовным начинается получается такая смесь такой челанд который не уже нет это ясности мы теряем это ясности между зло добром и злом в этот момент нам нужна какая-то связь между душой и телом так как не шама и руах и нефыж все эти части души они настолько высок высоки и настолько велики им тяжело как-то справиться с этим с этим физическим материальным миром который полный темноты и неясности поэтому ашем как только адама решен он выга его выгоняют из рая он получает новый подарок обучает сэйхэль обучает сэхэль сэхэль это разум до этого не шама она могла управлять этим телом потому что было четко разделение но когда начинается большая эта смесь теперь сэхэль он этот разум он то тот посредник который должен теперь вести нас через этот мир чтобы когда получает человек сэхэль сэхэль это потрясающая вещь на этот разум разум он дает им логику он дает нам какие-то правила он знает он помогает нам как пройти через эту жизнь как также развиваться человека чем также как человек растет его сэхэль он открывается он он развивается все больше и больше но с другой стороны мы должны понять что сэхэль со своей логикой и с рациональным мышлением он ограничивает нас человек он не может вдруг сказать что я хочу сделать что-то что нелогично он видит когда человек сказал что я хочу завтра я начинаю диету я потеряю я я буду на 30 килограмм меньше весить это как бы ему хотелось бы так но сэхэль ему говорит его разум говорит что нет 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 это не у тебя не это не нелогично это не у тебя не получится человек говорит что я хочу добиться какой-то высоты в духовном мире я хочу чтобы у меня была новая должность новая профессия хочу добиться какого-то успеха тут очень часто сэхэль его разум скажет нет 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 это не для тебя этот этот не сможешь этого добиться это нелогично это против правил этого мира это оставь это не 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 иди в это направление поэтому насколько сэхэль настолько наш разум нас нас направляет нас помогает нам в этом мире правильное решение принимать но также мы должны помнить знать что он ограничивает нас теперь есть большая тайна что у адама решен у первого человека был тоже сэхэль у него тоже был какой-то уровень этого разума но это называется сэхэль элуки это был божественный разум также как нишама это что-то часть творца также был сэхэль но это был сэхэль который он получил от творца и он на совершенно другом уровне там есть сэхэль элуки там есть разум творца божественный разум там нету никаких правил там нету никаких ограничений там ain't soft там нет конца так как это идет это приближает нас к душе там совершенно нету никаких ограничений поэтому в каждой еврейской душе в каждой еврейском теле есть два сэхэля есть два разума есть разум который мы привыкли который нам помогает рационально принимать все решения но также скроется внутри внутри его нужно искать это это очень непросто там есть сэхэль элуки там есть вот этот разум элуки божественный разум который да может человеку открыть совершенно новые вещи совершенно новые перспективы совершенно что-то что гораздо выше природы и идет по совершенно другим правилам точнее без правил и мы должны знать что у каждого еврея кроется это скрывается это внутри и это может помочь нам понять как люди добивались вещей которых как они могли такого сделать как не могли этого добиться мы не можем себе это представить но это именно потому что они шли они они не слушали они не останавливались там не сэхэль их их обычный простой разум говорил им стоп они нет они соединялись сэхэль луки и это помогало им добиваться огромнейших высот в нашей жизни если очень часто бывает что хасвашалам не дай бог человек заболел у него рак и в рай он приходит к врачу к сожалению уже это в такой стадии врач ему говорит свой приговор что ему осталось три месяца жизнь три месяца дает ему только три месяца к сожалению по статистикам этот человек почти всегда умрет через три месяца но не потому что действительно он должен был умирать через три месяца потому что доктор сказал и теперь человек этот больной он принимает для себя решение ему осталось жить три месяца и это его тело отвечает ему также что так это будет если человек в этом мире он считает что вот так это должно быть то меньше мая в небесах им говорят ты хоть ты решил для себя так так для тебя будет человек решил что он бедный он 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 не он не может преуспеть такой он и есть тогда на шамая в небесах его будут вести именно в ту же сторону он бы действительно будет страдать от бедности всю свою жизнь человек сказал что у него не может быть радости от своих детей он к сожалению у него такая такая ситуация это ужас и с женой и с детьми вот так так это так и должно быть так его судьба если он так решил так у него и будет также в духовном если он решил что вот он не может дойти до какой-то более высоких уровня в своей духовной жизни то так это и будет действительно останется там но мы должны знать страшную вещь что геенном от будет именно тогда когда человек попадает чисто двадцать лет в тот мир ему показывают что на самом деле что он мог достичь мы показывают что это он решил что он таким будет он для себя он себя ограничил и он остался на этом уровне потому что он для себя своим цехол и наши своим человеческим простым цехол он решил что вот такой он и есть на как сказано что когда яков у него была возможность вернуться назад когда не рождается юсеф юсеф это антидот это антагонист и сава и сав переводе от слова осуй он рождается уже весь таким очень готовым осуй он готов а фанты он готов а даже все как в волосах и в своем физически он был очень уже и ткд он таким развитым юсеф переводе ли оси как филат мусав для степени добавлять яков сказал что а сейчас вместе сэп юсеф это символизирует ли оси всегда добавлять всегда добавлять никогда не останавливаться идти дальше выше тогда сейчас я могу вернуться сейчас я могу встретиться с и сам поэтому человек не должен себя ограничивать он ни в коем случае не нужно сказать что вот так это есть так это будет ничего с этим не поделаешь на самом деле даже если по логике иногда это так выглядит это не значит что это должно быть так остаться в чтобы показать силу этого сэхэль энуши этого человеческого сэхэл мы видим рапной хвайнберг рушивая еще то рассказывал что ван в англии вызвали одного рабочего чтобы починить морозильник и был огромнейший такой морозильник где хранилось огромное количество продуктов для водной фабрики и он перестал работать это был выходной день его попросили прийти чтобы он это починил чтобы на следующий день все можно было чтобы фабрика работала как обычно и он туда приехал там больше никого не было ему дали ключи когда он ремонтировал этот этот морозильник из-за какого-то сквозняка или что-то случилось дверь этого морозильника когда он был внутри она захлопнулась и он остался внутри у него началась паника он начал кричать он начал лет но он понимал что никого нет там и телефон не работал и он понял что здесь пришел ему конец и морозильник уже заработал у него не было возможности его выключить и так он остается там через достаточно короткое время из-за какой-то там проверки или сигнализации кто-то дав открыл дверь и они нашли его что он уже был он он уже был он умер при вскрытии обнаружили что хотя он оставался там короткое время действительно короткий срок он умер от заморозок от мороза хотя по по времени не было достаточно времени чтобы он замороз насмерть но все его тело все признаки все симптомы показали что он умер от заморозка почему потому что он решил что он умирает от замороза от от мороза так это и случилось физически человек действительно может себя полностью доконать полностью испортить свою жизнь что он решает для себя что вот так это и есть я помню что когда был известный раввинов файнхендлер когда у него он очень сильно заболел и очень опасно когда он пришел к врачу этот проверил все то его указ его приговор был что ему осталось восемь месяцев жить файнхендлер встала сказала что если вы считаете так что мне осталось только восемь месяцев жить тогда вы не можете быть врачом что вы для себя решили что вот это так будет поэтому от вас нельзя ожидать каких-то идей каких-то каких-то мыслей которые постараются меня спасти что вы решили для себя что я через восемь месяцев мне уже не будет поэтому он отказался чтобы его было врачом в я помню когда мы решили вон приглашал всю ешиву на на свадьбу своего старшего сына то это было что он рассказывал про свою первую жену маму этого сына что когда они поженились через практически через течение года обнаружили что она очень больно и это была очень хорошая семья три из четырех сестер они все заболели после уже только они уже вышли замуж и они пошли к врачу самому лучшему специалисту они поехали в америке в америку который и спасили его как он может им что им помочь но главный их вопрос после того как он их объяснил она спросила его что насчет детей женщин детей не было 19 лет и чтобы что насчет детей то что нужно было начинать уже разные типу лим разные лечо лечебные процессы он сказал ей что перед тем как ты вы спрашивали про детей вы должны понять что для детей нужна мама так он не сказал это молодая кого на дань вес то она встала она сказала что он не будет нас лечить он не будет меня лечить если он так считает если у него есть такая уже мысль то она отказалась этому говорим о девушке которые 19 лет она смертельно болеет она отказывается от лучшего специалиста в этом есть потому что она вообще видела, что он уже так смотрит на это, он не видит, что есть надежда, он не видит, что недостаточно, у него есть какие-то сомнения, нет такого. Поэтому он отказался от этого. У них родилось три сына, один за другим, хотя это было параллельно со всеми разными учебами, и каждый из них, мамыш, выдающийся человек. Более того, мы видим, что надо это, надо себя поймать, надо понимать, что да, наш сейхл, наш разум, он очень помогает нам, нашел. Это логика, это рациональность, это очень хорошо. Но не забывать, что у каждого еврея есть это особенный подарок, особенная сила. Ашем не забрал это. Адам Ариш, он, первый человек, его выгнали из рая, и он получил вот этот новый сейхл, который помогает ему, который был посредник между духовным и физическим. И более того, он действительно тот, кто отвечает за наши поступки, и он тот, кто будет отвечать через 120 лет. Но не забыть, что тот сейхл, эллоки, тот особенный верхний разум, он все еще с нами. В Талмуде, в Сан-Хедрин, цадия Алев, цадия Тес, девяносто девять, сказано так, что когда был Ребби, Ребюда Аноси, девяносто один Алев, Ребюда Аноси, он дружил с Антонинус, Антонинус был императором Рима. Позже он принял Геур, тайна. Но Антонинус задавал очень часто очень хорошие вопросы. Один из вопросов он сказал, что как же так, как же Ашем будет судить кого-то? Нишама, душа скажет, что смотри, я ничего. Когда, как только человек умирает, то душа поднимается наверх. Душа сама не может нарушить, она не может сделать ничего плохого. Также тело скажет, что смотри, как только душа ушла, я совершенно бессильный, я полностью без каких-либо возможностей нарушить что-то, поэтому невозможно будет никого наказать за те проступки, которые человек совершил в своей жизни. Так Антонинус спросил Реби. Ребюда Аноси ответил ему аллегории. Он сказал, что у царя был очень особенный сад. И он выбрал специально двух шамрим, двух охранников, которые один из них был практически без ног, он не мог ходить, а другой был слепой. И так они один мог видеть, другой мог бегать, мог что-то делать. Поэтому так, чтобы они не воспользовались тем, чтобы скушать все эти особенные плоды, поэтому они сидели там каждый день. Но в один момент у них была идея, то тот слепой сказал, что давай я залезу тебе на... Извини, слепой сказал, что давай я возьму тебя на плечи, и ты мне будешь говорить, куда идти, и так мы сможем добраться и вкусить этих особенных плодов. Так они и сделали, и они скушали огромное количество этих плодов. И потом они... Пришел царь, он видел, что этот кошмар, что его фрукты, кто-то посягал на его фрукты, и он обратился к шамрим, к своим охранникам, и он спросил, что случилось. Каждый день сказал, что я не знаю, смотри, я разве могу что-то сделать, я один слепой, один без ног. Каждый из них сказал, что они не в силе были сделать что-то, вкусить это. На что царь взял этого без ног, он поставил его на слепого и наказал их. То же самое арабе сказал, что сказано в Танах, что Ашем возьмет нишама, он возьмет душу, он возвратит ее обратно, и тогда человек будет отвечать за все свои поступки. Мы видим, что есть метавех, есть какой-то агент, есть посредник. Это цейхель, это именно то, что нас связывает, и то, что отвечает за наши поступки. Поэтому цейхель, конечно, очень большая роль здесь. Но не забывать, чтобы он нас не ограничивал. Если мы идем дальше, и мы понимаем, что у каждого из нас есть этот огромный подарок, то мы должны также помнить, что в наших амбициях, наших желаниях, наши мечты, чтобы их не ограничивать. Я рассказывал уже историю, только что был Яртед Рафштейнман, что Раун Лейб после войны, во время войны ему удалось убежать в Швейцарию, он скрывался там. После войны он еще был там пару лет, там он также женился. Один человек уже, когда Раун Лейб было около 80 лет, он постучал в дверь его дома, и когда ему открыли, он просил, что он хотел бы посмотреть на Раун Лейб Штейнман. Ему сказали, что сейчас не время, сейчас он сидит, он учится, поэтому он может прийти или в Шахарит, или в Мин Хамарев. Как известно, мы тоже ходили к нему. После каждой молитвы была аудиенция, каждый человек может что-то спросить, что-то узнать, но сейчас как раз между ним он просто сидит и учится. тогда этот человек сказал, что нет проблем, я просто хотел на него посмотреть. Я здесь, я приехал, я в Швейцарии, я здесь на один день, я просто хотел на него посмотреть, я смотрю и ухожу. Ну, они удивились, что с такой просьбой, что он приехал на один день специально посмотреть, даже ничего не спросить, не поговорить, но хорошо, его впустили, он подошел, он постоял пару минут, смотря как Раун Лейб сидит, у него было около своей постели, и стол, и как он учится. после этих нескольких минут, он сказал, поблагодарил всех и направился обратно. Но в Нейбайз, кто-то из его семьи, им было очень любопытно, это все, что он хотел, он пришел на пару минут, на пару моментов, посмотреть на Раушишиву, и уже уходит. Он подбежал к нему и спросил, а можете узнать, что причина ваша, что вы приехали специально сюда, посмотреть, и вы уже уходите? Он говорит, да, я расскажу, у меня нет проблем. Дело в том, что после войны я был в Швейцарии, в Цюрих, в еврейской общине, и был один раз, было очень поздно вечером, было уже около 12, пол первого, я возвращался домой, я увидел издалека, что в синагоге есть свет горит, в Бейдмитраж, там, где учатся, еще горит свет. Ну, мы екес, мы немецкие, швейцарские евреи, для нас горит свет просто так, тем более в синагоге, это вообще большое преступление, поэтому я побежал, чтобы выключить свет, чтобы, как же так, когда я туда зашел, я увидел, что в углу в углу сидел один молодой человек и учился, все, больше никого не было, и для него, для него был небольшой свет там, и он сидел, учился, с особой такой сладостью, и на меня это произвело большое впечатление. Я, когда я, был какой-то шанс, я подошел к нему и спросил его, как его зовут, он сказал, что его зовут Арн Лейпштейнман, я спросил его, а кем он хочет быть, кем он хочет быть, и он сказал, он мне ответил что-то, что привело меня в шок, он сказал, что я хочу быть мерковалишхина, хочу быть, перевести, невозможно, колесницей для божественного присутствия в этом мире. имеется в виду, что это что-то какое-то максимальное, самое интенсивное присутствие Ашема здесь, что показывает, что Ашем управляет этим миром. Я хочу быть частью этого, этого кидуша Ашем в этом мире. Так, такой был скромный ответ Рапарна Лейпштейнова. И я запомнил это, я запомнил, как его зовут. Я запомнил это на... И я подождал несколько десяток лет, а я слышал, что он стал известным большим Рашишивой, Голгадор, праведник поколения. И поэтому я специально приехал, я хотел посмотреть своими глазами, как это выглядит, как выглядит Мерковали Шхина, как выглядит эта колесница Творца в этом мире. Я хотел это увидеть своими глазами. Я это увидел, теперь я могу возвращаться обратно. Видим, что Рапштейнман уже в достаточно молодом возрасте, у него была визион, у него была мечта. И со всей его скромностью, с потрясающей цниуз, как он жил, всем это известно, но это он знал четко. Он не ограничивал себя, он один, он потерял всех, у него не осталось ни одного родственника, у него не было никаких средств, у него не было ничего, никаких связей, ничего. Но вот это у него есть, у него есть Сейхэл Элуки, у него есть вот этот Сейхэл, этот разум, который он включал от Творца, его никто у него не мог забрать, ни нацисты, ни его финансовая ситуация, ничего, никто. И он это использовал, и он достиг действительно что-то, что стать Меркова Лишхина, он действительно достиг то, что он хотел. Когда еврейский народ находится, подходит к морю, то мы в ужасной ситуации, перед нами море, мы окружены египтянами, и что нам делать? Мы полностью встак, мы зависли. Тогда, когда еврейский народ, это Коль-Коль Яков, это голос и голос Якова, мы обращаемся с молитвой к Творцу, мы в Атицак, мы кричим, мы молимся Ашему. Что Ашему отвечает? Это один из самых потрясающих, ну, как в Торе, все потрясающе. Ашему отвечает, Что ты кричишь ко мне? Что еще делать? Отвечает Ашем, нужно сейчас идти в море. Говорит Орахай Макодиш, что в этот момент, даже молитва, даже молитва не поможет. Сейчас нужно использовать Сехиллуки, нужно использовать, Зор комментирует на это, что-то, что дано нам, что-то, что внутри нас. Это Сехиллуки говорит, вы можете сейчас идти в море. Нужно идти, двигаться в море. Несмотря на то, что это кто прыгает в море, сумасшедшие прыгают в море, это против логики, против закона. Как это может мотиться, Калай, что ты кричишь ко мне? Двигайтесь, и двигайтесь вперед. То, что Нахшим и Номинодов делает, надо понять, что Нахшим и Номинодов, когда он опускается в море, то вода еще не раскрывается, пока уже он не доходит до его настрей, только в этот момент она открывается. В коммендаторе многие говорят, что она не открывается вот так вот до конца. Как только человек двигался дальше, вода вместе с ним шла. Нужно было постоянное чувство, что ты идешь, и вода двигается, и в любой момент это может, ты можешь, это может тебя, ты можешь захлебнуться. Нужно было постоянно двигаться в направлении воды, и только с этим движением, и с этим каждым шагом ты показывал свою иммуна, полное доверие, полное веру, полноценную веру в Творца, и это дало нам сход, дало нам эту награду, что мы смогли дойти дальше. Волби объясняет, что только у евреев есть вот эта особенность, что в самых тяжелых ситуациях, в самых тяжелых моментах именно еврейская душа дает нам эту силу достичь какой-то особой высоты. Именно в таких самых тяжелых ситуациях ты видишь, что творец тобой, и ты видишь, и человек поднимается на какой-то потрясающий высокий уровень. Может быть, в этом пшат, что сказано, что когда море открывается, мы начинаем нашу песню, мы говорим, мы обращаемся в Ашем, это ты, сказано, что каждая простая женщина достигла уровень выше, чем Хескель Ханови, пророк Хескель, который видел Киса Акова, там видел все небеса, все трон Творца, чтобы это не значило, сказано, что в этот момент самые простые люди еврейского народа достигли больше. Они могли сказать они могли показать своим пальцем, Зе Келли Ван Вегг, они могли сказать, что ты творец, я тебя как бы вижу, я вижу, может быть, именно потому, что у нас была такая полноценная вера, мы удостоились такой близости, такой ясности, когда море расходится. если человек это понимает, когда мы учим Тору, и мы доходим на место, где Элиезер идет найти невесту для Ицхака, и у него есть кфитца садерах, его путь украшается, он как можно, он как-то очень быстро добирается до своего места. также Яков, когда он идет из Ишивы, он также идет к Лавану. В этих местах из кфитца садерах сказано, что физический мир, он становится меньше, и эти праведники, они могли достичь, как-то добраться гораздо быстрее. Эти чудесные истории про Балшемтов, где со всякими каретами и так далее, где он прилетает все одно место на другое. Если человек, который вне иудаизма, или любой нееврей, который с этим, если кто-то в это верит, это значит, что что-то с ним не так. Он не должен это верить. Только для нас, которые мы понимаем, что мы идем к Бабасали, мы идем к Хазаныш, и они могут нам рассказать и открыть вещи, которые совершенно невозможно постичь Сейхиланаши простым разумом, они для нас открыли, потому что у них была эта связь Сейхил-Элуки с разумом, который не ограничен. Он видит все. Только для нас это понятно, для нас это не чудеса. Для нас это как Рабаханина Бендоса сказал, что тот же, кто сказал, чтобы масло горело, он может сказать, чтобы уксус горел. Для него это было не бигедернес, это не было чудо. Он понимал для себя, что все вокруг нас чудеса. И для него это не было чем-то сверхъестественным, потому что нельзя полагаться на сверхъестественные вещи. Поэтому мы, когда у нас есть эта реализация, когда наше поколение, которым очень тяжело, действительно, как кто-то сказал, что наше поколение, это поколение комиксов. У нас все настолько, мы даже не можем что-то почитать. У нас надо, чтобы все было в картинках, чтобы все было перед нами, и чтобы все было сразу же, мгновенно, instant и так далее. Есть школы, у них даже нет уже тестов, у них нет экзаменов. Экзамены нужно было делать сейчас как комиксы, потому что ребята уже, дети, они не соображают, им тяжело как-то просто прочитать и использовать свое воображение даже на это. Все должно быть как комикс. Наше поколение, мы должны, нам особенно усилия, это не просто, это особенно усилие и преодолеть много барьеров, чтобы достичь этого. И сейхля-нуши, и сейхля-луки, вот эти два, сейхля-два разума, они в общем-то, они противоречат друг другу, как мы сказали, но с другой стороны, они могут работать вместе, они могут параллельно идти вместе, и человек может уже в каких-то сферах, он может увидеть, он может помочь себе, он может действительно понять, что он, да, может добиться выше, он может действительно открыть для себя, он может себя перебороть свои мысли, свои негативы, какой-то пессимист, пессимистические перспективы свои, он может это все сломать, и так в течение жизни как можно больше использовать свой сейхля-луки, а не сейхля-наши, чтобы как можно ближе открыть для себя вот этот вот путь, как мы сказали, что на самом деле все кроется в нас, мы, все ответы, в конечном итоге, они уже заложены в нашей душе, что от нас зависит, это не просто верить в то, что у нас это есть, и Бхазат Ашем каждое наше усилие и каждая наша реализация, каждое наше понимание, оно нас будет продвигать в нашей Маса Ахаим, в нашем путешествии через нашу жизнь, и этим Бхазат Ашем мы видим как можно, насколько много больше света, насколько много перспектив, настолько много потенциала и возможностей в этой жизни добиться, Бхазат Ашем, чтобы все в этом преуспели. Спасибо за внимание.